приветствую друзья продолжаем наше приключение за владимира суздальская княжества уже не княжества даже не государства целую полноценную империю 183 ходик сделаю без вас следующий ход и у нас сегодня значит на поездке дня что будет у нас с вами прямо сразу же давайте автобоем заход малого сарая почти никого нету сказал никого нет а всего лишь то три к двум тут никого не было всего четыре отряда но гарнизонный скрипт опять-таки показывает свой звериный он скал уже как-то мне честно говоря не особо хочется автобоем это дело решать успеху все может закончиться печально у нас там какие штурмовые приспособа то есть лишь один таран ну тогда пойдем на автобой все же 500 человек потеряли потеряли больше чем убили это печально но ничего не поделаешь других вариантов здесь не было уничтожаем жителей целых двадцать пять тысяч еще и грабим 21 хорош хорош сопротивление бесполезно конечно по войскам нам это ударило солидно минус 2 полностью отряда восстанавливаем все что можно восстановить здесь сносим то что можно снести я не вижу что можно снести на самом деле пускай тогда остается сразу тюрьму заложим почему нет еще на здоровье заложим наверное усадьбу нам даже сразу усадьбу можно до 20 процентов это даже лучше чем тюрьма хорошо так переобучить никого не можем сожалению можно еще подвинуться в налогов если что норм так малый сарай наш теперь что нам теперь можно смело выдвигаться на я и к и к здесь четыре отряда ракеты есть не шутя не шутя нас там ждет полноценный град ну и что мы будем делать нам нужны еще войска ох ты ж булгар ох булгар булгарище давай к тебе тюрьму сюда вот дюрем а то что тут у тебя как-то не так все идет не так и не эдак печально как но здесь эти жрецы монгольские шастают наводят кипиш всякие другие нехорошие дяди и тети так это подкреп он идет значит на малый сарай не так а вот так пойдешь стоит ли мне сейчас прямо сразу двигаться на я ик это тоже вопрос хорошие дороге никого нет вроде как никого вроде как совсем никого можно этого выдвинуться на самом деле только вот с войсками как поступить конечно же нет как то вот так дальше налоги нормально можно еще один отряд оставить какой-нибудь лучников до на всякий пожарный случай этих всех выдвинуться по центральному тракту на захват я и все с этим разобрались дальше у нас уже схлыного идет стек на елабугу на елабугу неплохо защищена куча войск здесь только осаду получится это возьмем в осаду только на следующий ход на этот ход я уже взял в осаду на ровчат на следующий ход будем убить еще один стек среза не подходят здесь у нас к сожалению я попытался про атаковать но не срослось поскольку они хоть и стоят вроде как на удаление но действует совместно два монгольских стека это самоубийство так что сами нападать не будем на нас нападут в ручками отойдем надеюсь на корабль и все будет чики-пуки дальше удалось мне пройти к пилиси византийцы убрали с перевала свои войска тоже взяли в осаду и хоть у меня в этом стеке есть катапольта который можно снести ворота но я не стал рисковать наше хрена знает еще промажет пару-тройку раз не снесем и будет все печально поэтому взял в осаду полноценного заказал тарана лестницы на следующий ход будем штурмовать велись и норовчат что еще можно сделать на этот ход так здесь у меня один стек идет за этими ребятами один стек еще приплыл нас с половецкого фронта бывшего наш товарища радагуст прибыл вазак плюс шурукану пришел стек и вот здесь мы сейчас зажгем фитиль против этого монгольского стека полноценный стек опять-таки всякая разная арта радуюсь что трибуше практически кончился лишь трое там также здесь сильно по цен и тархагута всего пять штук в общем очень облегченный такой стек и мы его должны карать конечно же без всяких и яких ну давайте посмотрим как у нас это получится так мы построились мы готовы на самом деле это чуть ли не первый бой где вроде как конных лучников у меня даже больше чем урага очень жизненькая первая линия получилась всего три отряда старшего ополчения плюс гринни плюс отряд пешей дружины зато целых четыре отряда полкометателей не шутя не шутя полкометателей да ну и плюс множество других всяких разных там у корею меня кстати нас тут жестоко нагибают по всей видимости вот эти засранцы что непонятно пешие какие-то лучники работают досталось мне солидно надо же промахнулись где бы записать арта которая промахнулась что-то новенькое знак знак что все пойдет хорошо замечательно так парня я попросила вот так вроде как нет попал уже попал сволочь 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 перелет что у нас там 3 на 17 но это неплохой размен очень неплохой размен здесь мы их просто засыпаем стрелами только в путь ну и конечно очень хотелось бы какой-нибудь вот отдельный отряд вот тем более стоишься но хреново беги туда убей эту трибуше с катапольты будет тебе респект и увожу кому всегда да то что то что то попал попал прям в моих арбулетунов сволочь как ты мог никогда те не прощу ты смотри даже так пытаюсь перехватить этот архагуты о сволочь летят летят утки а здесь на самом деле мне не страшно тут младшая дружина то что пехота еще на меня и делать здесь это уже хуже так ты работаешь еще нет так пятеро трахагута в токио смогли перехватить полностью да и сейчас мне там весь отряд положил кстати всего двое осталось что вы идете дегенерат так он здесь в принципе со всех сторон нормально потерял половину бойца нормально так по идее по хорошему все нормально единственная жопа у нас с артой поскольку здесь он прибыль ухо шучи и значит нам жопа наступила внутрь больше мы выключили из этого всего дела еще по катапульту сейчас у меня вот товарищи вышли давай опять таки тут контроль контроль контроля не дают нам просто так вот еще пошла лава вражеский полководец убит конечно убит вы сомневались что давай уже просто атакуете кто как может там где там катапульта иди сюда ну и по сути своей на этом все и закончилось так парни давай тоже он вперед еще еще даже вот так смогу зашает они сейчас вернуться вернуться и как раз удалить но хотя бы катапульту выключить уже успех что у нас там 32 на 87 ну конечно они так кидались три дня не мне конечно по по цели на и сами легли просто не балуйся сами комные завалы трупешников хвала господа не продолжая продолжаем мы здесь уже на близко собрать тоже практически некого собирать давайте на шестерочку сейчас по-быстрому почистим и будем закругляться у нас еще множество отлично там собственно собственно и вы своего же завалили молодцы героя бей своих чтоб чужие обосрались так называется один отряд ушел найти точно не уйдут этой победой хорошо весь христиан почти 400 против восемьсот пятидесяти восьми нормально один думают уже неплохо ну естественно всех казнить можно было бы отпустить на самом деле чтобы они вазак отошли чтоб там место гарнизона не было так героя дня не надо мне да наверно так и надо было сделать отношения с иерусалимом улучшились тоже неплохо так двух отрядов мне не хватает здесь давай посмотрим кого можно добавить еще отряд лучников не шутся на предпочитую предпочту наверно еще два отряда конец покинуть да вот этих вообще ребят можно распустить наверно вот этот отряд тоже можно вывести самый курсами еще два места есть для двух отрядов лукарей хорошо здесь мы даже можем могли бы могли бы напасть в одну харю против двух стеков нет желания воевать на следующий ход к нам подойдет вот этот стек тогда расклада поменяется и все будет гораздо лучше но на этот ход мы в принципе все сделали что могли наверно давайте делать следующий 184 там нам предстоит еще два города захватывать ну как я и подозревал на нас напали мне пришлось отступать разгломили наш лагерь новая невеста шить бы с ней гильдия воров не надо опоздание баню работа на шахте давая дополнительная все разное всякое тут куча какая-то гибель державы друзья ты смотри не зря мы ждали а конце этого ходика гена сдохла друзья сдохла между двумя огроменными державами такими как франция и византийская империя генуя пыталась маневрировать лавировать но но конечном итоге все для ее закончилось печально ведь мы помним помним генуя она была очень мощная захватив в связи север италии подожрав марсель бордо немецкие замки берн инсбург они были очень даже могущественной страной плюс они действовали вроде как связки с францией мне казалось что она так и будет продолжаться возможно они даже будут в испанию расширяться снова посмотрите чем все закончилось вот так сперва они проиграли войну франции стали вассалами потом стали вассалами византия и в конечном итоге все-таки генуя дожрали дожрали добили и больше генуя нет вот так то друзья мы дипломатия союз швеции шотландцами заключили перемирие шведы с норвежцами ну и собственно по причине того что шведы утратили свою независимость не стали вассалами шотландцев шотландцы в скандинавии шотландцы которые победили англичан которые захватили скандинавию в общем шотландцы это да это мощь но собственно связка шотландия франция она так самого начала тащит роль мощь мощь что-то еще можно сказать практически ничего так хлынов давай кто-то закажем на пару-тройку ходиков до до чтобы не потом нас не терять малый сарай здесь в принципе еще есть чем заняться все хорошо сводка новостей ничего интересного нет итоге хода на третьем месте тоже ничего интересного нет да подошли тут к малому сараю но это не особо интересно это я буду фоне сражаться видим что каких-то какой-то полустык появился по дороге на малый сарай войска возвращается вращать так прибывают у меня степ и лабуги берем ее в осаду но ее наверное будем мы держать в осаде потому что пешие трахагут и конный трахагут и все это дело конечно же мы не захватим это надо держать 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 еще раз держать так мы не успеваем 22 ходика эти гораздо шустрее наберутся с другой стороны доберутся доберутся мы нападем на яик в осаду здесь пешие трахагут это ужасно еще плюс гарнизонный скрипт и все это но наверно мы не сможем справиться со всем имя это если только ждать 9 ходиков за такое количество времени к ним явно сможет подойти какое-нибудь подкрепление навалять нам по лицу больно больно сильно сильно так агентами потом буду разбираться здесь что а вот интересно ну-ка идешь на врага а вот так идешь на врага и так идет на врага но тут на самом деле всего четыре отряда ясен фиг что мы здесь победим я не вижу смысла на чего начинать здесь боевочку сколько у нас боевок будет друзья это просто что-то с чем-то что-то с чем-то тут просто мрак но мы с вами займемся сейчас захватом пилиси меня вот этот вопрос больше всего интересует здесь сидит монгольский генерал джебе милосердный 53 года повелители грузии не шутся с двумя инженерами на благородный правитель замкнутый и все остальное все то и прочее ну что же великий великий милосердный джебе давай схлестнемся так начинаем 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 враг получил подкрепление где моя конная бригада бригада ух вон туда надо спешить одним словом так где мои еще комсомольцы которые пойдут на приступ давай сюда заходить ну и собственно сама карта конечно очень прикольная тбилиси и чё-то как-то прямо засветили тут я не знаю какие-то солнечки что ли непонятно прям вот и крыши с солью обалдеть конечно все это выглядит непривычно прямо скажем но довольно таки любопытно так идем и значит на приступ там наши следующие следующие войска тоже идут на приступ у меня есть лучники где-то вроде были по крайней мере давайте вы сюда стреляете должны быть еще катапульты вы сюда вот накидываете каким-нибудь неожиданным раком боком так что тем временем делает наша конная лава она спешит на перехват врага но проблема в чем проблема в том что она не успевает переход этого врага они гораздо быстрее доберутся до этих ворот и таран готов до женская крепость скоро падет да не угадал бы ей не пытался посередине оставил о ты смотри то есть вы решили бой принять серьезно учу драчки что муж они серьезно драчки хашу че 2 всего 24 ролла вы понимаете что вас что с вами щас будет как вам больно будет и неприятно не знаю наверно нет короче дружина в них влетает и пошел бой пошел бой они теряют определенное количество где-то с десяток наверно откатываются подкатываются странные ребята сломали ворота еще будем заходить парнем будем захотите будем ломать им руки ноги кости там другие части тела в общем это будет очень мощнейший такой замес несомненно мы кучу потеряем войск на на масле куда без масла из масла никуда как говорится не туда и не сюда парни вы будете лезть или вы замерзли классно понимаю вражеский полководец мертв вот кстати здесь мы обосрались по полному я уже привык что на стенах мы обсираемся это какая-то определенная наверное все таки и не логичная штукенция которая даже не буду пытаться обсуждать до нашим под масло там построились и им хорошо им приятно и тепло так здесь тоже все нормы здесь на самом деле давно норма я проморгал этот момент давайте парни бегите помогаете нашим а то у них все плохо гарнизонная пехота мы вы должны выносить легко и непринужденного шумать так что еще интересного да ничего ничего потери устрашающие на самом деле конечно будь это не запись видосика игра для себя я был бы не об зеленым временем я конечно не послал половину армии в одни ворот чтобы они там просто тупо дохли естественно я так делать не стал это очевидно для всех и лишь 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 желание побыстрее с этим разобраться и заставляет меня поступать таким образом здесь самый опасный враг для нас эти трахауты трахауты и остальные нехорошие дядьки так здесь мы выкурили ребят с улицы будем сейчас заходить внутрь на гарнизонах копеечку они сейчас нас польют маслом куда без этого вот хорошо но мы зашли мы зашли так еще вот это эти ребята давайте туда куда нет мы не пойдем внутрь а ты мне сдался чудуешь сам умный что ли мы пойдем в центр а вы там хотите по стенам бегаете бегаете господи я заставляю что ли вы нужны стены забираете вообще 0 проблем просто 0 так но и здесь наша могучая пехотная рать таки вроде бы насрать вот вроде справились они с этими засранцами и все что нам остается просто тупо пойти вперед на хашек и дальше прорываться в центр что мы и сделаем а стены шутбы с ними с этими стенами конечно старшую дружину и и жалко пусть будет так парни наши пробегают они уже скоро уже на центре и сейчас монголы конечно начнут чесать свою репку в репку чесать такой же так то как они как они центр захватывать как они так могут побежали туда щас катапульты как они так могут уж не честно не честно не честные дядьки они прискакали чтобы нас покарать карать будем мы это очевидно для всех мы наша рать основная тоже идет сюда собственно жопа наступила тбилиси так тут какие-то перцев сзади нас пытаются атаковать нам сейчас наши перцы с копьями должны показать как как надо правильно копейщику воевать с коником 6 штук это понятно чем сидел закончится лучники наши они наглые лучники они они только притворяют что они лучники на самом деле это одни из лучших первой линии 823 вот они не потеряв никого вырезали отряд к катапульт и тоже перемещаются в центр осталось три минуты и город наш все наши вот этот отряд давайте выведем его сюда кто там а там центр идет давайте один отряд оставим чтобы он тормознул копейщиков гарнизон а все остальные тоже прибывают в центр и спокойной совести начинает вот этих листов вырезать отлично все идет чудесно все чудесно центр наш нам нужно еще даже каком-то отряде куда он послать сейчас еще две минуты и на этом все все закончатся лучники прибежали да и вообще уже а он кстати войска вижу войска против копейщики 90 штук какие мощные мутанты давайте в них постреляем а то ишь они тут ходят бродит колобродит что за беспредел такой но у стрелять будете нет чего там строй формируется вот хорошо так еще отрядик на а то еще в наглую сейчас вопрос и все но здесь норм здесь норм везде норм короче норм враг обескровлен мы они просто в наглую как и говорил что он пытаются ворваться к нам дети еще тут тупят че вы там делаете не они прошли хорошо оба врага погибли джебе милосердный тоже погиб этот погиб все погибли тбилиси наш это победа 600 мы потеряли 650 убили один к одному примерно но с такой спешкой по-другому и быть не могло хорошо что вообще не разбежались забираем город естественно себе режем жители 18000 15 грабим все равно синенький сейчас посмотрим что за город и почему он собственно синенький так видно что еврейский пригород есть 75 процентов евреев выселяем 10 процентов получаем что тут еще есть из интересного там да вроде больше ни хрена а вот есть платная дорога она тоже 10 процентов порядка съедает ее тоже разрушаем 95 процентов проблема решена ремонтируем стены сразу же виселица тюрьма какая-нибудь лесопилочка пашни тут и сортир построим вообще ли под на наши сели наши отсюда уже никуда не денутся будут охранять велись а очень удачно что нам получилось перехватить эту горту и византийской империи он неплохо он приносит довольно таки серьезные деньги но естественно когда здесь население вырастет нормально потому что его считает византийца сперва захватывали потом монголы захвату то есть два раза же с начала игры этот город переходила за руку в руки вот мы тут 3 поэтому собственно и печально настолько все с населением но хорошо город перехватили это чудесно чудесно так и у нас по времени по идее еще на что-нибудь есть времечко 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 наверно вот этих этих ребят я буду без вас в фоне разбивать потому что но иначе смело можно еще серии 2 снимать про все то же самое да так но собственно мы и хотели вот на ровчат захватить на самом деле мы можем автобоем захватить можем наверно нет можем можем ребят можем автобоем пять к одному еще один толководец монгольский берхунгис храбрый 900 рыл здесь генерал 54 года щитоносец пророчица ветеран хан доспехи белый жеребец ты рамп рам начинает стареть 25 лет в походе батыр параноик лютый лютый параноик иди отдыхай 500 человек мы теряем 500 убиваем город забираем с дровчатым как я и прошлой серии рассказывал нехорошо получилось конечно очень нехорошо жители конечно же уничтожая мы собственно для этого и пытались здесь поднять восстание чтобы его ликвидировать и жителей вырезать так как надо было сразу поступить пожалел в первый раз пришлось заново все это делать но теперь уж точно все хорошо будет 170 процентов естественно мы все это будем сейчас ремонтировать три целых хода только ремонтом заниматься построек но нравчат очень хорошая цитадель здесь очень серьезные найма будет когда мы отремонтируем все это это нормально нормально нравчат забрали шикарно еще плюс только за эту серию нас плюсом три города это мощно уже 39 областей а нам нужно 45 из осталось 6 областей так прикинуть это собственно азак азак это саркел саркел нам кстати нужно на еще и как город вот он саркел то есть раз-два 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 вот это будет три вот это будет четыре и поедина урги нич и хивы если забираем это будет 6 вот и собственно сказочки конец сказочки конец а кто слушал молодец происходить там я даже не знаю с кем-нибудь еще схлестнуться или обзорчик устроить как вы думаете что лучше что лучше то сделать то а но тут здесь то явно конечно явно как тут восемь к пяти восемь к пяти такую мощную конечно зарубу бы надо бы посмотреть посмотреть надо полюбасиком то есть опять ничего и пропускать получится тогда ну ты единственное этих только разобью то есть но за зак сражения сразу будут так здесь мы не добираемся наверно тогда возле магаса два сражения устроим где-то еще у нас значит проблемы небольшие возле малого сарая тут вот эти ребятки придут раньше чем наше подкрепление я думаю мы должны справиться ну и проблемы с яиком собственно у нас не хватает здесь войск мне неким штурмовать это держать только в осаде но они нам раньше кого-нибудь подвезут собственно даже вот этот стек может тупо пройти в мимо малого сара и пальцы спасать и я и то есть вот здесь нужно на северо-востоке нужны подкрепления казань вот мутят мутят жрецы казани сволочи вдохни негодяй так вот как раз тут кораблик который везет какие-то подкрепления знаешь ты не туда их везешь на самом деле товарищи мы хотим с другой стороны можем идти туда давайте перейти перейти им убийцу вот очень очень хорошо получилось здесь никто не нужен сюда давай подвезем ладушки ладно это этим всем шура я буду заниматься в фоне тут много тут и агентами нужно и кого-то кого-то что-то вот кстати на этот ход наконец-таки перья славали взбунтовался он без армии с выкрученными налогами четыре хода держался за разу но до конца они не дотерпели опять-таки это я фоне будут сражаться потому что здесь ничего интересного нет здесь одним лесные жители своим копейщиками естественно их разобью и смотреть на этом смысла большого я не вижу хотя и не вижу большого смысла я бы наверное укрепил бы этот стекб а потому что какие-то совсем есть коцные товарищи благ денег мне завалить в четыре отряда наемничка возьмем еще я ачивочку получим для генерала и есть чем заняться фоне на мы с вами давайте промо шустро шустро сделаем обзорчик карты глянем что да как происходит значит поляки держатся арагонцы захватили полноценно кордовы уже и не отдадут они уже перешли в контрнаступление собственно саму африку уже жопа можно сказать фессу наступила это очевидно у кордовы нет войск они все эти войска слили своих бестолковых походах на акру вот видим что до собирают они со всей стороны стониса тянут войска но фессу это вряд ли поможет из конечно арагон совсем тупить него да кордова кордова проиграет это очевидно португальцы вроде пока живы французики 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 но французики я смотрю ты смотря не накапливают силы на лазурном побережье и возможно скоро потянутся а карагон давайте взглянем они как бы это там союзники не союзники с арагоном вообще не союзники с арагоном друзья воюют только с византией вассалы немцы лихо лихо кстати венгры тоже союзники их через венгров и мы как-то как-то там близко к этому находимся но тут еще такого нет все по-старому все по-прежнему изменение 0 генуя просто какой-то торговый беспредел осуществляет также как константинополь а здесь он опять-таки на север и италия набралось куча французов он даже границу перешли не знаю может быть они просто идут так венец и кстати гену это добили ох ты же мужички мои я думал их добили французы а их венгры покарали не шутся себе венгры забрали венец и слушайте на самом деле это это очень хорошо просто превосходно то есть венгры но практически закрыли путь к нам для французов французов здесь учились линию магденбург у вроцлав торон паланга и плоскость здесь есть контакт с палангой а так в принципе все закрыто в скандинавии бустуют шотландцы покорили они шведов шведы остались вообще остались дашь у шведов осталось два города 1 или лунт самый вкусненький я на на месте шотландцев конечно бы им бы это не отдал бы я бы отдал бы какой-нибудь бот но он там держите а это мне отдает такая вкусняшка тут ее мои они как-то наоборот сделали бедные норвежцы скукожились у них вот на севере тронхейм и он здесь кара осталось все что осталось от былого величия до дела литовцы тихой сапой в гродно сидят шибко не отсвечивают так и выживут византийцы ну что византийцы по дорогу засидят ничего не делают византия но войска вроде как есть но они здесь ни с кем не воюют общей границы с французами у них нет им хорошо что у них в малой азии малый в азию еще отжали у монгол и уже давным-давно перешли в наступление кутаиси тбилиси тбилиси мы перехватили баку тоже наши им остается только еще дальше уже в персию куда-то уходить вот они тут пока что возле еревана толкутся много монголов много византийцев что из этого всего получится вопрос хороших хотя и византийцев на мой взгляд больше больше но и монголы монголы тоже присутствует тоже могут что-нибудь подкинуть еще ниже южнее тоже идет заруба здесь уже встречается скопление крестоносцев которые тоже бьются с монголами видим что тут он византийцы пытаются взять корисию дьер-бакур давно крестоносцев и идет сражение за массу но монгольских войск еще довольно-таки солидно солидно но на мой взгляд судьба уже решила монгольская против трех сильнейших держав ну кроме франков конечно то есть против нас против византийцев и крестоносцев одновременно извините меня никто не вытянет даже и задумываться не надо очевидно их сейчас распилят конечно монголы по сопротивляются войск у них немерено 20-30 стеков у них было что-то из этого еще осталось они будут сопротивляться до последнего это несомненно но но выразили опасения что я объявив войну монголам а все монголы повернут войска на меня на игрока но как видим пока что это не сбывается наоборот видим что отургинча и хивы идут стеки монгольские именно на юг к византии если кто-то к нам и идет то не так много вот полноценный стек идет в разрез между яиком и малым сараем это конечно проблема это проблема и скорее всего мне придется нам бросать осаду яика не отступать к малому сараю чтобы с этими ребятами схлестнуться пока что у меня здесь не хватает силы это очевидно это очевидно мы здесь застряли под елабугой не имеем возможности ее захватить и казань застряли непонятно почему на самом деле понятно почему тут огромное количество ереси и язычество вот кстати с ереси это хороший вопрос даже открыв карту мы в районе казани никакой ереси не наблюдаем в принципе то есть либо они где-то там под кустами ныкаются то ли еще как непонятно непонятно друзья вот церквушку надо раньше делать очевидно там а терема нет что ли или он построен терем непонятно тоже богатый терем вещи ну то есть на все на порядок и так будем строить проблема 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 что у меня здесь полноценный стек застрял в этой хрени но я в принципе потом перейти ох тыж вот они у меня в тылу бегают пол стека монголов в хлынове войска есть на не печальная 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 и мне как раз вот этот армия может пригодиться я уже отослал надо сделать чтобы забыть про нее но это в принципе о ведьма ведьма и еретик шикарно видимо мы кончили ищите к кончим будет вообще лепотно на это конечно недолго будет продолжаться как только мы здесь вынесем этот от закал с аркилом меня освободится очень большое количество сил и все это можно будет бросить дальше на восток на захват ну что друзья вот такие у нас тут пирожки с котятами творятся катка подходит концу своим завершением но до самого конца я думаю еще серий т5 с монголами мы точно повозимся если не все 7 так что ставьте лайкосы пишите коментосы и обязательно подписывайтесь на канал всем хорошего пока пока